Добрый день всем, добро пожаловать на восьмую серию войны группировок за слабый монолит. В прошлое, как вы помните, мы захватили янтарь, дикую территорию и бар, ну а сегодня мне предстоит сражаться с бандитами. Бандиты сейчас являются лидирующей фракцией, все остальные в принципе уничтожены, а против монолита остались только чистое небо и бандиты, и бандитов большинство. Поэтому сегодня я постараюсь у них отжать, ну хотя бы одну локацию, а если повезет, то даже две. С прошлой целью в 9000 лайков вы справились, следующая и скорее всего предпоследняя, по крайней мере я постараюсь, чтобы она была предпоследняя, 9500, поэтому не забываем прожимать лайки после просмотра, приятного просмотра, что? Ну что ж, друзья, наши монолитцы остались 1х2, как видите почти все группировки уничтожены, осталась там вот свобода с одной точкой, но скоро ее не будет, я думаю. И все, у нас последний отряд наемников в лабе, а все остальные группировки уничтожены полностью, ну почти, то за что военные сейчас будут уничтожены. Остались чистонебовцы и бандиты, причем бандиты, по-моему, гасят чистонебовцев. Ну естественно, чистонеба я гасить сейчас не буду, я буду гасить бандитов, они будут посильнее, их много. И сегодня мы попробуем у них отжать кладбище техники и либо свалку, либо темную долину, скорее всего, темную долину. Тут уже какие-то отряды направляются в бар, очень печально. Не знаю, я с одной стороны хочу напасть уже, пойти, а с другой стороны сейчас же сюда понавысираются, и без меня монолитовцы ничего не отобьют, поэтому я думаю, сначала нужно дождаться бандитов и отбить их атаки, а уже потом идти на их локации. Учитывая то, что я купил костюм маскировочный, захватывать локации вообще не беда. Беда лишь в том, что их много, и они будут успевать, наверное, все отхватывать обратно. Посмотрите, какая тут гора трупов по бару, жесть. Наши парни идут вперед, не надо, остановитесь. Тут долго изгуляет просто так, чего? Уже не гуляет. Подвисла игра, и смотрите, там вдали вижу, бригада идет. Ну, сейчас мы покладем. Ну, короче, бандиты, на самом деле, слабенько вооружены. В оффлайне... Ох! В оффлайне, может, они и сильные, но что касается вооружения, они реально слабенькие. Там калаши, обрезы, пистолеты, ну, то есть такое, довольно слабенькое вооружение. В онлайне наши монолитовцы намного сильнее, прям намного-намного. Но, как вы понимаете, это только в онлайне, а большинство битов с моими пацанами, когда я пойду в наступление, будет происходить в оффлайне. В оффлайне мы как раз и ослаблены. Все, я просто вот за пару тысячек сейчас развалил мужиков. У них вон еще, я смотрю, всякие дробовички новомотные есть, да? Ладно, надеюсь, этот отряд вы отобьете, хотя, блин, 48 силы. Эх, не знаю, ладно, надеюсь, я перейду сюда, и этот отряд все еще будет здесь, и я его смогу убить. Я ненавижу кладбищей техники, на самом деле. Ладно, все, отряд пропал. Щити локейшн. Так, готово. Я тут вроде как бы, ну, кучу бандитов поубивал, наши пацаны даже пришли, что-то успели занять. Но, как видите, на карте там уже бандиты все отбили обратно. Как будто тут никого никогда и не было. Какая-то кучка бичей на дороге разлеглась, я их убил всех. Ну, в общем, сейчас будем зачищать. Но бандитов много, кстати, справедливости ради. Их прям реально очень много. Кладбище техники огромная локация, блин. Я реально не буду успевать тут все захватывать, к сожалению. У них вот, видите, у них максимальное вооружение, это ЛР-ка какая-нибудь там, ЛР-300. И все, в основном вот калаши всякие разные, обрезы, пистолеты и так далее. То есть, ну, или дробовички. По факту, бандиты реально очень слабые по вооружению и так далее. И по броне. Но в оффлайне это не учитывается. По крайней мере, мне так кажется. Еще одни болванчики, которые бегут в бар. Я их потерял. Сложно попасть вот так вот в бок им набегу, блин. Ой-ой-ой, на бар жестко нападают. Ладно, да начнется резня. Ну что ж, я перехерачиваю, собственно, кладбищи техники. Вот как она сейчас выглядит. Но все равно бандиты уже появляются в огромных размерах. Вы посмотрите, они захватили бар за это время. Я не знаю, как с ними буду воевать, на самом деле. Потому что, ну, сука, меня опять трясет с этого факта просто. Трясет от злости. Что, ну, какие же вы говноеды, монолитовцы, в оффлайне. Это просто шок. Ну, я не знаю, без боя, наверное, отдают территории. К ним подошли бандиты. Они такие, а, все, мы отдаем территории. Держите, мы самоубиваемся. Ну, это просто шок. Ну, чтоб я еще раз, хоть раз в жизни, играл с облегчением монолиты. Да ни за что. Супер трэш. Ну, убивать их было, на самом деле. И срут, и срут отрядами, и срут, и срут. Откуда, непонятно. Убивать их было, на самом деле, очень просто. Большинство меня не замечали. Я даже урона особо не получил. Типа, по мне, там, по-моему, один раз. Ну, не один раз попали. Побольше. Но урон прошел именно один раз. И все, как бы. Еще они не кидаются гранатами. Вот за это респект хотя бы. Хоть что-то. Но их дохера. И, я не знаю. Мне кажется, их невозможно переиграть. Ну, по факту, я один против всей группировки. Монолитовцы вообще ничего не делают. Они приходят на точки кое-как, по моей просьбе. И отсасывают потом там. То есть, мне кажется, я их не переиграю по скорости захвата. Я один, их дохера. А еще у меня кончаются патроны. Мне нужно ходить к торговцам, пополнять запасы. Для этого мне нужны деньги. А им ничего всего этого не нужно. Они просто срут отрядами, и все. И кайфуют. Я уже сказал, это shitty location данная локация. Я еще и без выносливости не могу бегать нормально. Ну, я хз, я что, бар. Класс. Типа, у нас отхватили бар. И идут на дикую территорию. Вот в чем прикол. То есть, они не остановятся на баре. У нас еще дикую территорию отхватят. А если я вернусь сейчас сюда, у меня вот это все отхватит. Вот что делать? Я не знаю. Я, конечно, побрыкаюсь. Но если ничего не будет получаться, то мне кажется, не будет смысла и пытаться, верно? И, кстати, что удивительно, ни одного вылета пока не произошло. Ну, естественно, после того, как я это сказал, вылет обязательно произойдет. Но пока нет. Совсем похернялся у вас патронов, к сожалению. Смотри, огромные отряды идут к нам на помощь со складов. В бар, сюда идут. Но толку от этого? Если их сотрут на карте за 5 секунд, ибо челы в ТБшках и Экзах с гауссовками, гранатами, жесткими пушками, к сожалению, в оффлайне слабее, чем вот челы в плащах, у которых максимум, ну, калаш на вооружении. В лучшем случае, экзоскелетчик с ЛР-300 выйдет. Патроны кончаются. Сейчас нужно будет загонять до ближайшего торговца. Чел на похер ушел ему нормально. Ладно, у нас тут торговцы рядом образовались. Или подожди, или у меня на РПК есть? Нет, у меня на РПК тоже нету. Но деньги у меня какие-никакие есть, сейчас закупим. Починимся, закупим и пойдем. Бро, у тебя есть что-нибудь такое на выносливость, типа, жесткое? Нету? Очень жаль. Ну, есть амфетамин, но он вообще похернее. Ну, ладно, я его куплю по приколу. А может у вас, мистер торговец, есть что-то на выносливость? Я бы все купил. Ну, естественно, патроны. И на РПК, и не на РПК. Давай сюда. 40 тысяч все это стоило. И пойдем у второго торговца точно так же закупимся. Монолит это свет и знание. Знание и свет. Он вернется. Вернется. А если не вернется, что делать будем? Да, ёптан, хватит мне сбивать окошко. Он стоит, оружие меняет свое, дрочит зачем-то, когда я захожу в его ассортимент. Хотя до этого он сидит спокойно. Из-за этого у меня сбрасывается все там. Ну, все, Геркулес бахнул, энергетик бахнул, выносливость все равно нет. Пока торговал, вот, пожалуйста, еще куча отрядов высралась. Как иронично, да? Бандиты, моя любимая группировка, именно против них я сейчас воюю в финале. Ну, почти в финале. Еще есть ЧН, но я их в расчет не беру. Ой, это свой. Но я их в расчет не беру, потому что, уверен, что бандиты их победят. Ну, и типа вот. И именно моя любимая группировка сейчас мне доставляет проблемы. Нервяк. И так далее, и так далее. Сдохни чудовище. Кто-то о помощи просит. Никакой помощи, бро. Ну, что, последняя точка. Я перехожу на темную долину в надежде, что накладывающие техники перестанут какать. Ну, у нас бар зато отхваченный полностью. Что мне с этим делать? Я без понятия. Надеяться на лучшее, наверное. Ладно, колбасу жрем. Ну, просто опять же, ооо, тут каким-то образом появились. Как? Если переход здесь, опять же. Ох, шите. А, у них отсюда есть переход со свалки. Лол. А почему раньше-то не шли? Ладно, зря бы канул. Ну, короче, надеюсь, захватив темную долину, я чего-то добьюсь. Но что-то мне подсказывает, что не добьюсь. Здорово, мужики. При переходе, кстати, произошел вылет. Ну и чё? Воюем в темной долине, и, к сожалению, под вечер очень неудобно будет. Я знаете, о чём думаю? Я думаю, что нужно будет РПК продать, чтобы у меня поменьше переносимого веса израсходовалось. Я себя посвободнее чувствовал, побыстрее передвигался, потому что то, что я не могу бегать, меня раздражает. Ну, ты где ты, чубзик? А, ну тебе интересно за деревом прятаться, время тянуть, да? Пока я бегаю за тобой, придурком в куртке. Там бар херачат, дикую территорию и так далее, и так далее. Чё он так много выдержал? Так, здесь всё. Ну, это просто точка диспетчерская АЗС, ресурсная. Мне нужно главную базу вынести желательно. Проблема в том, что я нихера не вижу. У мандитов тоже довольно-таки тёмные костюмчики, коричневые плащи, и вот со всей этой атмосферой, блин, заката, они сливаются со всем этим. Ой, сколько тут народу. Ну, здорово, торгаш. Понял. Я-то зашёл, а вот ты уже не выйдешь отсюда. Ну, откуда лезете? Подожди. Чё здесь за проход? Куда он ведёт? Какого чёрта? А-а-а. Вот оно что. Прикольно. Так, базу захватили. А, ну всё равно кого-то чёрта на кладбище техники появилось три отряда, три точки. Сейчас они тут будут захватывать, начинать. Кстати, каким-то образом мы тут точку на дикой территории отбили, но мне кажется, вот это мы не отобьём. Бар всё полностью под бандитами, будто он под нами никогда и не был. Прикольно. А это у нас чем является просто территорией? Тогда, наверное, не имеет смысла тратить время. На склад их заглядывать не буду, там ничего интересного для меня не найдётся. Смотри, сука, обходит, чтобы захватить вот эту точку. Я уверен в этом. Или чё? Ладно, нет, я ошибся. Хм, он просто там гуляет, потому что, по всей видимости, он привязан вообще вот к этой точке. Так, ладно, предлагаю всё-таки с РПК пострелять, расстрелить патроны и продать потом РПК, потому что я в основном хожу с одним и тем же стволом. Падло, убежал и нет смысла мне таскать два. Так, это просто ресурсная точка является, поэтому время не тратим, убежим отсюда сразу. Нифига, он с РПГ был сумасшедший. Три человека каких-то тут ещё отмечаются, не знаю, кто все эти люди и знать не хочу, в принципе, я пошёл. Ну чё, ну тут не дают бандиты пройти нашим для захвата Тёмной долины, хотя я всё честно здесь отвоевал. О, нифига, вы захватили эту точку, жёстко. Но там всё равно отряды бандитов, они будут убивать тех, кого сюда направляют для захвата. И это печально, грюбаные ящики меня блочат, как в последний раз. Я умер обжарку дурацкую, не добежал чуть-чуть. Ура, я выбежал отсюда. Блин, ну ночью воевать, конечно, просто отстой полный. А спать не охота по двум причинам. Во-первых, скорее всего, вылетит. Во-вторых, промотается время и явно не в мою сторону. А, всё, тут обратно точку отхватили, ну да. Поверил на секундочку в наших. Да, да. Ты кто? Не знаю. Народа здесь много. Если в общем и целом так посмотреть. Где? Где чел последний? А, он с темнотой слился, блин, в своей курточке чёрной. Ну откуда вы идёте? Зачем вам это? Не идите туда. Там ничего интересного для вас нету, это я вам гарантирую. Вообще челы с другой точки. Написано, что вы отдыхаете. Ну так отдыхайте. О, пожалуйста, у нас тут уже базу выбили. Пошёл захват, сука, три отряда выстрели просто, понимаете? Три отряда выстрели во время того, как я переходил в Тёмную долину и эти три отряда сейчас полностью захватят локацию. Очень интересно так играть. Сука. Они пробегают мимо меня, несмотря на то, что я сейчас захватываю Тёмную долину, чтобы на кладучей технике побежать поскорее. А я не знаю, какой смысл мне тут воевать, если мои пацаны не могут прийти захватить базы. Их же убивают там. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот потому я забросил в первом сезоне войну группировок за слабо на лид. Потому что, когда остаёшься против одной или двух группировок, ну, в моём случае, первом одной, то оно превращается вот в то, что вы сейчас видите. Один против всей группировки, но ты не можешь тягаться со всей группировкой. Если у неё много участников, скажем так, да, и много локаций рядом, подряд захваченных. Это практически, ну, либо очень сложно, либо невозможно. Зависит от количества захваченных локаций и от точек, откуда могут приходить новые пацаны. А как видите, точек у бандитов достаточно. Что это? Вы это видите, да? Ну, они просто в геометрической прогрессии растут. Ну, это какой-то... Ну, что? Что это такое? За что? Ещё один чёрт откуда-то взялся, откуда ты выстрелся, сукин сын. Признавайся, твари. Ну, вы же слабая. Почему вы выигрываете? Разве это справедливо? Я при этом не могу отключить это дебильное ослабление. Ослабление оффлайн-силы. Ну, вот, пацаны, уже сюда присуканин. Ну, вы это видите, да? Ну, что мне делать в этой ситуации? Я не понимаю. Тут отрядов, сука, всё больше и больше. Просто с каждой секунды плодятся придурки. Тут уже всё захвачено. Что мне с этим делать? Ну, вот приду я сейчас, допустим, отбить бар обратно. Мне же это ничего не даст. Пока захватываю бар. Да хотя, чё, чё ныть? Чё распинаться? Да я даже не идя, не тратя время на бар, я всё равно не могу захватить вот это и вот это. Потому что я очистил тут всё. Вроде позахватывали, пацаны. Иду сюда. Так каким-то образом тут всё равно появляются люди. И вот, пожалуйста, они уже контролируют 60% локации. Прошло минут 5, если чё. Поняли? Ну, или 7. Ну, меньше 10 точно. И тут они сейчас уже отхватили базу, которую я отбил. Сейчас вот эти точки вокруг быстро позахватывают. И всё. И меня как будто здесь не было. Но при этом у меня ещё просран бар. И просирается дикая территория. Понимаете? Хотя я сидел полчаса, вычищал локацию. Но всё это обесценивается буквально за секунду. Тут где-то какой-то хрен гуляет, который привязан к этой точке. А! Это вы привязаны, вы далеко. А почему так? Ну, ещё один тут всё-таки, да, был. Знаешь, попытаюсь очистить бар, остановить наступление на дикую территорию. А чё делать дальше? Я не знаю. Чистое небо, похоже, тоже, как я уже сказал ранее, проигрывает бандитам. Но пока непонятно. Вроде они ещё есть, но... Ну, то, что бандиты одновременно воюют с чистым небом, но кто-то в комментариях написал, тебе повезло, типа, бандит ещё... Ну, у тебя осталась одна группировка, а две воюющие друг с другом. Но мне это ничего не даёт. Бандитам вообще ничего не мешает отпинать монолитовцев, понимаете? Это с чистым небом, они там бодаются жёстко. Баталии, война, стратегия и так далее, и так далее. А уничтожить монолитовцев, ну, это просто как бомжей распинает чисто. Там вообще никаких усилий не нужно прилагать. Да, хотя о чём я? Я же говорю, я почти уверен в том, что мои монолитовцы просто без боя сдают точки. Учитывая то, в каком темпе бандиты всё захватывают, ну, реально, похоже на то, что там, короче, активировался какой-нибудь секретный скрипт, при котором монолитовцы сразу этот... У них же есть состояние, типа, когда ты их добиваешь, ну, не добиваешь, а сильно ранишь, там с некоторым шансом они падают, начинают просить помощь, а с некоторым шансом становятся на колени, типа, становятся пленными. У тебя там есть выбор, да ты сейчас намать колени. Мне кажется, активировался секретный скрипт, что когда в радиусе 100 метров вокруг монолитовцы есть враг в оффлайне, он сразу в такое состояние падает, и при этом у него ещё начинается красный кровотёк. То есть он может даже не дожить до прихода, до добивания от врага. Он может сам умереть от инсульта жопы. Че, упор меня не видел. Просто заходим и расстреливаем. Когда-то это был бункер Долга, потом бункер Монолита. Теперь это вообще бункер бандитов. Понял тебя. Мужик, всё в порядке? Я тебя понял. Смотри, как его по стене штырит. Типа, ну, именно он перемещается по стене, он не на одном месте завис и болтается. Он вот именно перемещается по стене. Он сначала был в центре, потом внизу, теперь вверху вот сейчас. Двигается в правый угол. Так, что будет дальше? Очень интересно. Ну, это интереснее, на самом деле, чем вся та война, которая сейчас происходит. Война, в скобочках. Ну, без комментариев. Всё, смотрите. Ну, нас тут не было никогда, как будто. Но при этом вы видите, да, сколько постоянно подкрепления со складов идёт. Где это подкрепление? Куда оно нахер девается? Без понятия. Всё, он в угол забился. Ну, ладно. К сожалению, шоу закончилось. Вы захватываете базу казармы. Здорово. А вот это когда захвачу? А, ну, тогда когда убью торговца, логично. Но я даже не смогу захватом бар остановить наступление на дикую, потому что там уже и останавливать нечего. Там дикая под бандитами. Умри. Чудище. Ну, всё, я захватил бар, типа. Ну, зачистил, да, грубо говоря. А толк? Последняя точка наша выбита. Всё. Смотри, сейчас она будет под бандитами. И, ну, буквально никакого следа нашего пребывания здесь не останется. Всё, видите? Резкий чистотряд. И сейчас точка радиоактивной холмы, ресурсная точка, станет бандитской. Они всё ещё в бою находятся. В комбою силы 32. А чё так? У вас, типа, по этот... Покоцали чешо. Так, всё, я позахватывал базы. Сюда должны были отправиться ребята. Непонятно откуда, правда. Но должны были. Пойду вот тут ещё их поубиваю. Ну, наверное, десятую серию я буду записывать, знаете как? Я, ну, понятно то, что я хочу десятой серии всё завершить. Подожди, а это какая? Это восьмая же. Нет, подожди, я девятую буду записывать. А чё, дебил? Да, я ошибся. Заткнись. Да, я ошибся. Это сейчас восьмая часть идёт. Девятая будет финальная, вот. Ну, потому что уже неинтересно, на самом деле. Ну, и нужно чем-то завершить. Понятно, что бросать в этот раз неохота. Я, наверное, вот буду сидеть часов, там, я не знаю, 4-5, сколько это займёт записывать. А потом я просто сверху напишу сценарий, напишу текст. Я сверху прокомментирую всё это. Нарезав под голос геймплей. Вот так вот сделаю. То есть нетипичное такое видео будет. Ну, потому что обычное видео получится слишком длинным и неинтересным. А так, я хотя бы на втором мониторе включу себе какой-нибудь видик и буду ходить расстреливать бандитов. Хоть не так скучно. Да и просто могу с кинетом сидеть базарить в это время. Всё, смотрите. Никакого следа пребывания нашего тут нет. И не было. И, сука, куда делся обитатель этой точки? Куда ты свалил? Чёрт вонючий. За пределы локации тебе не стыдно? Он там стоит и я его, типа, должен вот так вот цеплять. А, причём он, кстати, не является. Он не привязан к этой точке. А кто тогда привязан? А, вон кто привязан. Понятно. Вот они, смотрите. Великие освободители. Великие слуги-монолиты. Ты посмотри, сколько их. Ты посмотри, они все с эфэнками. Куча тяжёлых бронекостюмов. Есть экзоскелеты. Практически каждый с эфэнкой. Но есть с калашами люди. С гранатомётами. Со снайперками. С дробовиками кто-то из них был. Эшка-джи-36 имеется. Всё у них имеется. СВУшечка вон идёт, несёт, парень. И, сука, как же они отсасывают в оффлайне. Как же это бесит. Вау, что? Вы отбили атаки бандитов в дикой территории? Как? Хау. Ну, предположим. Вот и всё. Мы вернулись к началу серии. Только немножечко, как бы, ну, ещё отдали, да? Отдали территорий. То есть в начале серии у нас было тут всё захвачено. В конце серии у нас тут как бы всё захвачено. Но как бы точки не под нами. Сейчас будут под нами. И тут, как бы, вроде тоже отбили. Но точки не под нами. А при этом территории бандитов как были целыми. Ну, и невредимыми. Так и остались. То есть, ну, посмотрите на это и скажите. Правда ли это, что полчаса назад я здесь в течение 30 минут расстреливал всех и вся. И почти захватил всю локу. Я так не думаю. Ну, что ж, парни. Мы проверили, на что способны бандиты. Из чего они сделаны. Я планировал у них отжать одну или две локации. Одну получилось. Но потом что-то пошло не так. Следующая серия будет финальной. Я её буду записывать очень долго. Поэтому, возможно, она выйдет не скоро. Ну, как не скоро. Ну, я имею в виду, не через день, не через два. Завтра я, скорее всего, либо ОП буду записывать, либо кое-что другое. Либо, наоборот, послезавтра. То есть, на ближайшие пару дней у меня точно видео запланированы. Так что завтра, послезавтра ожидать ВГ не стоит. Но девятая часть выйдет, по-любому. Да, наблюдаю за всем этим и грустно. А, ну всё, тут уже все наши великие отряды исчезли куда-то. Ну чё, смотрим на ситуацию на карте. А ситуация следующая. То, что военных всё больше не существует. Отряд учёных тут почему-то всё ещё есть. А потому что они в подземке Агропрома тоже сидят. У нас осталось две группировки, да? Три. Которые на грани уничтожения. Но вот это я не знаю, почему её всё не уничтожили. Why? Аномалия цирка, вы серьёзно? Вы не можете уничтожить, сука, одного чела? Бляха. Он один. Количество один. А, нет. Ну ладно, три. Три человека вы не можете уничтожить. У которых командир Коля дохляк. Да Коля, я не знаю, он не дохляк после этого. Сколько он тут держится, ё-моё. Так вот, у нас две группировки, которые сныкались в подземелье, да? Чисто, чтобы засейвить себя, скажем так, ну, в таблице. Типа, учёные сныкались в подземельях Агропрома и наёмники сныкались в лобби Х-16. При этом моих не достают, видимо, пацаны тут. Почему-то, вот почему-то именно мои в подземки не лезут. Враги лезут. Не знаю почему. Ну ладно. Ну и чё, парни? Как мы видим, бандиты побеждают чисто небовцев. Раньше бандиты чисто небо делили кордон друг с другом. Сейчас бандиты уже жмут, прижимают чисто небо к южному блокпосту. И чистое небо скоро будет покидать кордон. У чисто неба останутся лишь болота. Но зато они отхватили у военных Агропром. Но и бандиты тут не дремлят. Тоже подмешивают, скажем так, мутят воду, да? Вносят смуты всякие. И непонятно, что здесь происходит. Но я думаю, тут за чисто небом всё будет. Но бандиты всё равно им нахерашат. Что-то мне интересно посмотреть на силы. Просто сравнить. У наёмников сила 0 почему-то, хотя отряды ещё есть. У экологов сила 410. У свободы 52 силы. У долга 0. Там ещё что-то было. О, у нас 1 миллион 310 тысяч 372 силы. У чистого неба 63 тысячи. И у бандитов там, наверное, 1150, да? 160 где-то так, мне кажется, у них сейчас. Кто это мимо меня пробегает? Ой, смотри. Ещё один огромный отряд прибыл, пока я тут сидел. Только толку от всего этого. А куда тот отряд делся? Непонятно. Покажите мне силу бандитов, пожалуйста. А, у них больше силы, чем я думал. У них 270 тысяч. Ну вот видите, миллион 300 против 270. И чё? И ничего. Ладно, всем спасибо за просмотр. Следующая серия будет финальной. Увидите, смогу ли я победить бандитов этих. Или всё-таки мне не удастся их одолеть. И в итоге бандиты локацию за локацией будут у меня отжимать. Посмотрим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новое видео по сталкеру. Вступайте в группу, захотите в телегу. Всё в описании. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok